Это на первом месте, конечно, Святая Библия, каноны церковные, что говорят об этом, что говорят жития святых, что говорят святые отцы. Вот четыре параметра, по которым определяется какое-либо дело. А далее уже берем из практики жизни, как сами видели, что и на сегодняшний день, как это выглядит. Тема очень серьезная, по той причине, что некоторые могут прожить всю жизнь, находясь с демонами в душе, и не понимая это, вот только в смертный час откроется. Жития об этом говорят, это страшное состояние. Еще и ничем не проявлялось, нормально жил, пил, ел, дети росли, а умирает и оказалась душа всю жизнь жила с дьяволом. Ходил в храм, молился, причащался. Страшная история нам свидетельствует о житиях святых и в Библии. Поэтому просто нужно очень хорошо проштудировать эту тему и перед Богом самого себя представить. А ты что, боишься? Все время боюсь. Так ты что, бесноватый? Я должен себя проверять, иначе как раз таким и будем. Есть такая молитва, да воскреснем Бог. Ее советую читать уже, все, закончил день, лег в постель и прочитай, если можешь, еще раз. Но когда ты живешь в таком напряге, рано встаешь, поздно ложишься, и жизнь, то вот у меня бывает так, что начинаю считать и засну, мне 15 секунд я уже заснул. Я вижу, что же я сделал. Я начинаю еще раз считать и опять заснул. Я тогда сажусь на постели, начинаю считать, позевнул. Я тогда на ноги надо встать, не бесноватый ли я. Такую молитву читаю и не могу досчитать. Тогда заново начинаю со всей серьезностью. Тогда Бог может дать и слезы, и все. А усталость и прочие, это моменты, которые заставляют задуматься. Это думаешь о себе, что бесноватый. Я обязан думать. Кто не думал, тот оказался бесноватым. И при том, я об этом думаю каждый день. Каждый день, потому что утром я один, в обед я другой. А, так ты тогда бесноватый. Ну, называют бесноватым, и я буду только рад, если кажется не так. Один из моментов. Нам неизвестные люди, остановить надо. Сережа есть. Сергей сейчас. А, Сергей. Привет. В монастырь пришел молодой человек. Сейчас он выйдет. Послушайте внимательно. Настоятель имеет очень большой опыт. Он посмотрел, он офицер, молодой офицер. Он говорит, а какая у тебя должность? Ну, должность какая? Я наследственный губернатор области. Он посмотрел, действительно, а что ты заканчивал? Он говорит, два университета за плечами, все с отличием. А в монастырь, там, в монастыре это разные люди будут. Он говорит, ну, у нас послушание надо нести. Я для этого и иду, я решил спасаться. Ну, ведь настоятель скажет, тебе надо будет точно это все делать. Что делать? Он говорит, говорит. Он говорит, теперь стой. Перед входом в монастырь и всех приветствует. Заходите, пожалуйста. Монастырь ждет вас. Помолитесь в храме. Он думает, вот это здорово. Но каждого проси помолиться за себя. Помолитесь за меня. Он думает, мне как раз это надо. Но настоятель говорит, я не кончил. Ты каждому говорю, помолитесь за меня, я бесноватый. Вот это да. А идут знакомые, его близкие. Это был бы человек маленький, пастух или печник, его бы никто и не заметил. Ну, бесноватый да бесноватый. А этот человек, отец сегодняшний губернатор, он его наследственный был бы, князь. Он первого человека пропустил и говорит, заходите, пожалуйста, в монастырь. Помолитесь за меня. А дальше не может сказать. Вот уже шепотом сказал. Он к вечеру первый раз сказал, я бесноватый. Чего сказал? Да ладно, иди уж, проходи. Проходит три года. Настоятель наблюдает за ним. А у него как раз это было. Никто не знал. Настоятель говорит, с сегодняшнего дня будешь работать на кухне. А он говорит, я хочу быть здесь. Он говорит, а здесь уже не надо. Демон тебя покинул. Он увидел, как на лице играет у него футбольное поле, компьютерные игры. У него опыт. Он только глянул и понял, что он молится, все, а душой он там. Сколько труда положено? Три года, пока демон заорал и отступил. Вот об этом будем говорить. Не мои выдумки, я хочу или не хочу. А что нам скажет Святая Библия? Притом одновременно начинали бесноваться самые главные патриоты страны. Вот как было. Те, которые ратуют за победу. Или наша вера лучше. Вот в них в первую очередь входит сатана. И это не что-то, говорит, а Библия. Когда считаешь, люди заново читают, там смотрят. А почему я этого не видел? Да не знаю я. Может он как раз и сидел и не давал. Он закрыл ладони. И ты ничего не видишь. Одно малое видение было. Молодая девушка заболела, смертельно больная. И вот она потом рассказывала. Я, говорит, вижу, зашел человек, одетый во все черное. Она не знает кто. И начинает перечислять грехи. Ангел, говорит, вижу, стоит мой. И перечисляет. И я, говорит, догадываюсь, что-то было, а что-то не было. Он перемешивает правду с ложью где-то. А она уверовала. И вдруг, говорит, комната сияла светом. Заходит во всем белом. Один, говорит, ты все сказал? Он, говорит, все сказал. Она моя. Он положил руку на его писание. Он все записан. На какой час, день, где выпила, где обнимала. Все заложено. Он положил руку и говорит. Прочитай, что там написано. Он листает, ничего нет. Пронзенная рука и кровь Христова все смыло. Это образные рассказы. Но они касаются натурально. Мне рассказывал об этом близкий мне. Очень-очень близкий человек, родня некоторым нашим братьям. Своими глазами все это видел. Это мы находимся в Потеряевке. 31 июля 2014 года. Вчера я в храме был. Вышли, я говорю, я жаловаться на вас буду. Я думал, это Игоря Барабашу. Это вот пленка. Кпюки сена, видите, не вовремя собрана. Такое уже малокалорийное. Но одевает пленкой. Пленочка слабенькая. Тут ее прокалывается. Но она все же сдерживает. Гляжу, коров оттуда выгоняет. Не глядя, откуда коровы идут. Ну ничего. У коровы есть корова. У нее есть рога. У коровы. Коровы охота щасать. Это она уже вчера видать перед этим. Они везде вон. Видишь, как захватили. Вон она что. Направо. Вот я сейчас считаю. Здесь добрый десяток этих. Вон дальше видать. И коровы все это рогами задевают. Чешут. Сено растаскивают. Пленка пропащая. Но оказалось, что это староста сил для других. И другие это сделали. Что сделаешь? Насмотрели выговорить. Вот по совести, если. То человек, который это сделал, узнал. Кто прогонял здесь. Никто не сознается теперь. Вон он совсем узнал. Они на развалину. Вон вчера видно утащили они. Должен был сказать. Да, я не досмотрел. В жизни всякое бывает. Ну, потравил поле. Отдай свое поле. Как в Писании говорили. Не пожелай чужого поля. Это заповедь. Десятисловие. Здесь не так. Никто не говорит. Кто прогонял коров. Ну, я видел, тут прогоняли не один пластовый. А в какой момент коров подошли? Да в какой бы ни подошли, они уже по полю шли. Люди, которые здесь прогоняли своих коров, в это время бы сказали. Виноваты мы. Так, сколько это стоит? Пропало там, заплатили. Конфлект исчерба. Нет, молчок. Это взрослые уже дети. На, дети эти взрослые, это были детьми когда-то. И дети точно так же. Что сделает сразу, а кто уехал сегодня? Если он уехал, уехал этот Ванька. Это Ванька верно. Вот Ваньки нет, списывается все куда. Вот это страна наша. Я смотрю это, это везде абсолютно такое. Аварию сделал, с места аварии скрылся, считаешь. Как скрылся? Человека же сбил. Задавил, скрылся. Вот у нас, брали мы тут в Устиновых интервью. Приезжал у них у Ирины из Томска. Брат Захарий большой, такой здоровый парень. Ну спокойно. Где-то он шел по обочине. Машина сбила. Убили, прямо убили в лесу. И по сегодняшний день никого нет. Но где? Следа, говорит, не оставил. Это, это досуда божие. Вот сколько их там, это я считаю. Ну больше десяти тюков попорчено. Ничего нет. Ну трава, как бы крупная была, она бы не развалилась. А мелкая она рассыпается еще, стягивает ее. Вот такое дело. Поехали домой. Там дети работают. Так, чемпионат Потеряевки. В правом углу ринга дядя Володя. В левом Ваня, Фрося и Нестор. На старт, внимание, марш. Дядя Володя, давай. Давай, перетягивание каната. Отлично. Отлично, давай. Дядя Володя выиграл. Отлично, молодцы. Вот я хочу рассказать о необыкновенном деле. Когда, если так по грубому взять, то воровство не считается воровством. Когда идешь дорогой, даже в виноградник зайдешь, то разрешается поесть. Но с собой ничего нигде не брать. Вот мы, усадьба тут заброшенная. Ну что значит заброшенная? Человек-то уезжал, его перекупили. Другие, другие. Которые остаются потеряйки. Чтобы дома-то эти остались целые. Ну и они, естественно, пока новых жителей не будет, они заведуют всем садом. И вот мы пришли тут. Вот смотри, сколько ягод. Видать, нет? Да, видно. Это малина. Я привожу сюда ребятишек. Это не тайно, открыто. Ну, желательно, чтобы нас шибко-то не видели. Это второй раз мы пришли. Везде наказ с собой не брать ни одной ягодки, чтобы нам войти в священное писание. Вот оно. Если видно, то можно даже показать здесь. Вот они где. Вот сейчас повернусь на эту сторону. Довольно обильные. И вот они ягоды. Смотри, какие. Красные приблизь. Вот с этой стороны. Вот оно все видать. Видишь как? Если кто-то что-то спросит, мы просто зашли поесть. Ну, я завожу-то еще и ребятишек. Да, ребятишки, у которых своего сада нету, в деревне живут. Вон, маленько подойди сюда. Это крапива, все заросшее. Вот оно какое. Теперь на тот край погляди, приблизь. Ох, какое богатство. Вот оно, да. Ягоды крупные. Но эта ягода обладает особым таким свойством. Вот оно, посмотри. Видать? Да. Так, разрешаю еще по 20 ягодок. Когда мы начинаем есть малину, то разрешаю не больше пяти ягодок съесть. И так увели еще. У нас свой садик, но ягода мелкая, помаленьку. И вот сейчас они съели по 100 ягод. Ну, разрешил еще по 20. Потому что начинается брожение в желудке, и они могут потерять то, что съели. Надо после малины прийти, холодной воды выпить, стакан. И тогда все нормально. Потому что у меня ребятишки даже болели от переедания. А в Греции был обычай, который люди придумали. Допустим, цариса идет, или царь. Ну, царь не может кто-то сказать, царь вор. Ему захотелось поесть. И он зашел и поел. Никто не может сказать, что царь ел в чужом. С этого момента этот сад принадлежит царю. Он заходил в свой. Закон такой провели. А за этот сад, он тогда сыну назначает. Большая или маленькая уже, как договорятся. И сад переходит к нему. А времена хава было не так. И хотели, и на вуфея побили, и прочее. И было так, что у одной вдовы, мужа-то нет, у нее сад был около дороги. И цариса Евдоксия шла. Это жена императора Аркадия. И съела ягодку. Все, закон вступил в силу. Затаус говорит, этот закон человеческий. Божественный говорит, не обижай вдову, помоги сирам. Да ты против царского. Он говорит, это человеческий закон. Божий закон всегда выше. Божий закон говорит, около дороги есть, поешь, с собой только не бери. В пазуху не бери. То есть в карман. Ни одной ягодки мы идем, чтобы даже ни одной такой порошинки на пальце не осталось. Вот и все. И Затаус вступился за эту вдову. Ну, цариса поднялась на него. Одно к одному, в конце концов, она, Затауста и Анна. Это 400, видимо, 4, 5, 6 год были. В 407 он уже скончался на пути в ссылку в патриарх. И она свергла его, но свергнуть она не могла так просто. Она на свою сторону перетянула патриарха Александрийского Феофила. А у того еще святой будет Кирилл Александрийский, его племянник. Тут все запутано так было. Но этот во что бы то ни стало решил свалить его. Он купил два корабля там ароматов, пряных всего, царисы в даре. Она его, помоги мне свергнуть Затауста. Он начал, и 47 епископов поднялись против. Это уже собор. Собор. И начали обвинять, собирать. То есть чего только они не придумали на него. И он вот все эти обвинения говорит, ну, если это было, ну, допустим, он кого-то причащал, когда человек поел. Ну и что? Сегодня священники не будут. Даже если просворку съел, причащать не будут. Почему? Ученики барашка покушали, вином запили. А потом только литургия началась. То есть литургия называется, когда Господь сказал, тело мое и кровь моя. И литургия это уж придуманное все слово. Но сцепились в это мертвой хваткой. И его, Иоанна Затауста, в этом обвиняли. Обвиняли такое, что он там был с женщиной где-то. Но это любимое обвинение. Он говорит, а тут доказывать не надо. Да вы меня разденьте на соборе и посмотрите. И скажите, годен я для такого греха или нет-то? Как его описывают, говорит, взяло худ. Худой-то. И на тонкой шее огромная голова. Это был самый плодовитый христианский проповедник за 2000 лет. Проповедник покаяния. И он ступился за сад вдовицы и потерял все. Мы знаем, что это исповедник. А на самом деле это самый стопроцентный мученик. Его тащили и издевались веревкой за шею, за телегой. И отправили сначала он был в Кукузе. Потом еще дальше его в Каманы. Так и не дошел до конца места ссылки и умер. Я его припомнил, потому что мы находимся в саду. Мы ничего не нарушили. Человек придет, скажет, который приобрел. А у меня ягод. А я знаю, кто приобрел. Таких дома уже три. И они сейчас эти дома без наценки, все по-честному. Переходят людям, которые приезжают. Вот мы одну усадьбу сейчас обрабатываем. Это сегодня уже 9 августа 2014 года. Сейчас постели возили, матрасы, кровать. Чтобы они приехали, все у них было. Легли, отдыхали, а завтра работали. Ведь мы ровно неделю, кажется, день тут по-настоящему пахали. В 7 утра мы уже на работу, уже позавтракали. И у этого человека хватает всего. У него и ягод, и грибов. То есть человек живет в достатке, притом своим трудом, не чужим, я скажу. Ну, я к тому говорю, что можно обвинение-то признать справедливыми, что мы зашли в сад. Я вот двоих ребятишек покормил малиной, то у нас нету. И человек бы ничего не сказал. Я для других говорю. Они так, повадились каждый день, будем ходить. Я говорю, второй раз мы перешли через дорогу. Вот что значит малина. Поняли? В чужой сад никогда не заходить, никого за собой не водить, с собой не брать. Но если ты голодный, то церковь – это любящая мать. Вот в церковь, если кошка зашла, ничего. А собака зашла, храм оскверненный, надо освещать храм. Вот блудницу Бог не запускал, как Мария Египетская. Сыны пса и блудницы не вноси в дом Господний, а тут самих даже не запускай. Но если пурга застала, а ты где-то там в степи или в горах и храм, то разрешается коня ввести в храм, чтобы не замерзнуть. Коня в храм. Когда людям говоришь, да вы что, это святыня, тут мощи. Тут мощи, а тут живые. Что сравниваете? Мощи живые, это с мощами запутались совсем. Я всегда призываю мощи с честью похоронить и перестать баловаться. Зашивают, как язычники. Самые настоящие. Просто выговорить не хочется. Слово страшное. Да разве можно таким некропильством заниматься? Мы любим Господа. Любим живого. Что ищите живого среди мертвых? Так это, какую-то силу ищут среди мертвого. Но оно есть положено. Мощи их не дробить. Этого нигде нет. Учиститься. Там Иоанн Дамаскин сказал, он за это ответит. Мы берем точно по Писанию. По Писанию, Священное Писание. По нему Бог будет судить мир. Расцветицы нам в поддержку. И нигде они против не будут толковать. К слову сказать, когда Златоуста осудили, то Кирилл Александрийский, этот племянник Феофила, патриарха-то, он Златоуста никак не хотел признавать в гиптихе поминальные записать. А патриарх этот, во что бы то ни стало, надо найти Златоуста. А за Златоуста, Златоуст поддерживал три брата, были долгие называются. А долгие, они высокие, так прозвище за ними было. Ну и он нанял воинов, наповел их и по пустыне, идите ищите, найдите мне, я еще больше заплачу. Но они приходят, у вас есть такие-то долгие, а кто долгие-то не видит-то? Нет никого, ничего. Это патриарх православный. И они прошли по пустыне, ища братьев долгих, а их не было. И 10 тысяч монахов убили. Православные православные. И это какое начало пятого века. А теперь, ой, такая русофобия. Да благо весь мир на нас еще не идет-то. Русофобия, мы такое, то есть мы, я говорю, русские-то, православные-то, такое высеяли, что кроме ненависти мы ничего к себе вызывать не можем, и презрения. Стоим столбами, ничего не понимаем в храме. Словом Божьем не священы. Мы являемся для людей мерзостью. Люди не дождутся, когда-то все передохнете, чтобы землю освободили. Мы должны опровернуть это мнение, что где Христос, возрождение. Вот у нас заброшена усадьба, и вдруг она возрождается. Все до одного человека в храме, а которые не такие, Бог их выметает отсюда, с патрахами. Ничего нигде нет. Вот тебе патриарх, вот православный. Патриарха осудили, сослали, погубили. Сколько бы он еще истолковал, он ровно 60 лет жил. 60 лет. В 407 году уже ушел. Он в 47-м родился. В 347-м. Я начал-то с нашего сада, как бы оправдаться. Над нами ласточки летают. Сегодня действительно синее небо. Это мирного неба. Какое мирное? Мирное небо только будет в вечности. Здесь оно не может быть мирно. Потому что небеса гневаются на землю, проливает огонь. Земля трясет. Есть такое стихотворение, у меня насчитано оно. Земля говорит, позволь. Я развернусь и поглощу их. Господь говорит, терплю. Потерпи ты. Море, говорит, океан. Я цунами напущу. Я смою. Подниму волны километров пять высотой. Смою, ни одного не будет. И Бог опять говорит, покаяния жду. Огонь пылает. Позволь мне, владыка. Я испепелю в саду, в этот гаморру. Ведь одно блудодеяние идет. Разврат один. И Бог опять говорит, покаяния жду. Да будет милость Господня с нами. Слава Христу во веки. Аминь. Мне непонятно, это бугор какой-то что ли? Не знаю. А откуда он? Почему здесь? Даже я не знал, что такой бугор здесь есть. А откуда он появился, бугор? Это что-то непонятно здесь было. Здесь, похоже, это тоже заброшенная усадьба. Ну, какие-то железяки. А? Тут железяки какие-то. Ну, это не надо. Это что-то тут делалось. Видимо, старая еще, когда потеряется, была. Видимо, весь мусор бульдозером сгребали в одну кучу. Все, мы ушли. Еще съешьте по 30 штук. И будет 150 ягодок. И пойдемте скорее водой запивать. Во славу Богу. У нас сегодня ночью должны приехать поселенцы. Мы говорили уже. Сейчас позвонили, что уже поезд сели из Барнаула. Лензина, Новикова. Ну, встречают батюшки барашка. Только что чикнули. Мясо заказали. А это рыба, карась. Сколько килограмм привезли? Килограмм 20-25. Даже не измеряли. 20-25. Это у него отец, бывший учитель. Николай Константинович. Он мой крестник. Вот, они с братом Сергеем поехали. Это Гелевка Завьяловского района Алтайского края. Сколько километров туда? 70 километров. 70. Ночевали там, вот сами поехали, поймали. Он поймал. Ну, они маленько половили, дали. Вот я хотел сказать, ну, вот я рыбу ем, мясо не ем, да. Поэтому мне надо тут быть. Вот, чистим мы ее, уже заканчиваем. Вот, показать, как чистят. Я видел фильм «Холодное лето» 1953 года, и там Папанин артист играет. И видно, как его натренировали. Он профессионально разрезает, профессионально ее солит. И вот я не профессионал, но нашел самый, значит, что должно быть. Так, вот посмотри, как она. Метод должен быть безопасный. Чистки рыбы. Быстрый и чистый. Это вот кишки, я не даю, это отдельно сварим. Мы потом нашим животным, собакам и проще. Я не разрешаю бросать чешую. Вот она, чешуя отдельно. Почему? Ее можно отдельно сварить. Ее самое лучшее желе будет отдельно. Вот он процедил, и все. Такая бывает двойная уха. Ёршик, он маленький, но очень наваристый. Его варят. Это в воде процеживают. Теперь нарезаны кусками ценные породы. Бывает еще и тройная. Там вот это еще наваривают какую-то рыбу. Рыба-карась – это царская рыба. Очень вкусная, но опасная. Очень костистая. Как правильно чистить? Вот я покажу сейчас. Это по моему рассуждению детскому. Брать рыбу вот так вот. Вот у нее чешуя. Жабры давнул, а на жабры ушла туда. То есть я сейчас держу, она никуда не может уйти. Ни туда, ни сюда. Теперь я ее начинаю с хвоста. Нож натащил. Вот. Чикаю. Одна сторона. Готово дело. Переворачиваем мгновенно. Опять за жабры давнул. Рука никуда, а нож маленько наклоненный, чтобы не порезал. Не вперед, а назад. Вот это безопасность. Ну и быстрота. И теперь вот сюда вот втыкаю. Вот. И прорезаю. Вот она где. Быстро это делается. Прорезал. Маленько отворачиваю. И тут уже надо чувствовать нож. Все, готово дело. Брат Виктор, вывали это полный тазик. Вот я два тазика один начислил. Вот здесь дело у нас почищенное. Два тазика. Давай почешу ее сюда. Кастрюля. Водя. Вот. Смотри какая чешуя. Потом отойди. Ураган. Ну нехорошо. Попоршанищишь. Я же накормил вас. Иди. А где они так это в воде-то набрасываются? Вот она. Это чешуя. Отдельно мы ее будем варить. Ребята даже не знали про это. Брат Виктор, расскажи, какая у вас рыба раньше водилась? Раньше в Завиаловском районе в Гелевке водилась следующая рыба. Щука, пеледь, окунь, карпы, сазаны. А вот сейчас карась и гальян. Я сидел, когда в тюрьме, еще под следствием, меня не знали куда подсадить. У меня было по санкции МГБ, это Московское КГБ. Ну и, видимо, указания дали. И вот начальник политоотдела, Ульяновский Владимир Александрович. Так, куда же вас девать-то? Посадить-то, чтобы меня не тронули-то. А я не про это думаю. Да куда-нибудь бы где-то бака меньше. Да тут 99 курят. Так, подождите. Так, ну есть у меня куда. Вот тут есть один рыбак сидит. Ну меня завели в камеру эту. Ну еще дверь захлоплась, и за мной я вижу, наблюдают. Я в глаза вскинул, олимпийка визит. А там этих у него за окошко, ну вот так просунуто туда, за решетку. Висят, видно там разные сумочки. Тут какие-то баночки, в баночках что-то растет. Да кто это такой? Я подумал, это сын какого-то пупка, пупками называют начальников. Или это милиционер, начальник. Ну так, чтобы... Да разве в общих камерах это будет? Там все слопают. Посмотрел, койка заправлена, как шконка называется. Одна. И при том у окна. Нигде ничего, все чисто, выметено. Ну где, кто. Жду, никого нету. И вот уже совсем отбой и вдруг заходит с меня ростом, сухощавый такой. Здорово. Ты кто такой на меня? Ну я кто? Я верующий. А мне уже дорогой сказали, к тебе папа подсадили. Я молчу. А ты знаешь, кто я? Нет, не знаю. Рыбак. Это директор Мамонтовска в Алтайском крае рыбокомбината. Рыбак номер один Алтайского края. Туда первые секретари райкомов, горкомов ехали. Космонавты. И кто из космонавтов? Гречка был, он их всех знает. Он получил, когда этот рыбокомбинат, после я смотрел фотографии. Это как вот на подпорках какой-то сарай. Ничего не было. Он все разломал. Он целую улицу начал строить. Вот здесь по Теряевке все было заброшено, а деревья росли. У него такая техника была. Вот она, у нее вниз один крюк только у трактора. И он крюком начинает издалека обходить и режет вокруг к нему все корни. А потом его сваливает дерево долой, распахивает. Вот здесь его поля были. Ну поля заросшие, правда. Держал табун лошадей. Там сколько, я не знаю, другое хозяйство у него было. И работникам всем старался дать квартиры, вещь неслыханная. Ну и цены поползли вниз. К нему шли вагоны, реприжераторы с Дальнего Востока, отовсюду. Коптильная цеха. Это был человек, если бы так вот работали раньше, коммунизм построил бы. Он к замминистру сходил, говорит, не стуча. И вот у него тут, как, а я говорю, а как вы зимой-то рыбачили? Он мне рассказывал, это очень удивительно. Долбят много лунок, туда протаскивают жерть, проталкивают, а за жерть сеть. И дальше не вот, и они дальше тянут его. Зимой, подо льдом, никогда не слыхал. И вот он мне все про рыбу рассказывал. Как у рыбы появился какой-то клещ. И этот клещ, надо было узнать, как с ним бороться. Я один работал сколько-то лет, пять, говорит, работал, кандидатскую защитил. А какая рыба-то, он сейчас не помню, видимо, той, которой нету. Я говорю, еще, кандидатскую защитил. Но я говорю, рыба-то как? А рыба вся передохла. Он, его дом был, прямо около пристани, прямо к дому подъезжал. Очень знатный человек. Он шел, как заключенные говорят, за паровоза. Там секретари райкомов, начальники строили какой-то стадион. И якобы они оформляли, что выкопали траншею, зарыли. А на самом деле никто не рыл ничего. А он говорит, да, было. А чем я должен был кормить, когда приезжало столько народу? Он все говорил. Ну и прокурор запросил, тогда был Штырев. Он мне все рассказывал. 14 лет. Ужас один. Это высшая мера наказания 15 лет. Больше 15 лет вообще в это время уже в России не давали. Они на него были очень обозлены. Они ничего не могли доказать. Измеряли все. До одной доски. Сколько на опилки ушло. Даже опилки сколько ушло. То есть они во всем искали. Фундамент долбили у него. Там не фундамент, а это... Ну да, пол в гараже. Думаю, что там что-то зарыто у него. Его предали. Ну а дальше уже как... Ну раз мы в одной камере. Я ему по Библии рассказал. Он свои похождения с директором Корченского совхоза. Мануэловым Анатолием Сергеевичем. Иван Анатолием Сергеевичем у этого хорошая жена. Но она у него вторая. Фамилия Сивер Владимир Митрофанович. Ой, деловой. Ой, деловой. Вот он сидеть не будет. Он что-то сделает. Из авторучки он такую сделает штуку. Телефон. У меня? Да. На, открой его. Быстро распечатывай. Да. Быстро не делай. Ну быстро распечатывай. Пуговка открой. Все, достала. Достала. Открывай его. Все. Открывай. Пай, представь. Вот сюда. Говори. Говори. Так, ну-ка, кто глянул. Неизвестно кто. Так, положи обратно. Долго копалась. Не успел я. И вот он все рассказывал. Как начальство себя ведет. И он говорит, а про вас я слыхал. Держи. Будешь сейчас слушать. Я говорю, а как же вы про меня слыхали-то? О как. Очень просто. Приезжает, говорит, прокурор. Я, говорит, его угощаю. И на охоту ехать надо. На охоту. И какой-то директор там завода. Ну, этот все уже. Напился, наелся, денег дали. Говорит, ну ради чего? Да сын мой попался вот там. Ну, он не виноват. Ну, вот срок прокурора тот говорит. А Север-то свидетель только. Как они отмазывают своих детей. Ну, можно справку достать, что он невменяемый. Ну, побудет там, ну, сколько там, года два-три. А они убили девушку и изнасиловали. Изнасиловали и вкопнул. Зарыли. И с кем? С секретарем райкома партии. Ужас. Это наши советские были руководители. И вот он рассказывал про эту рыбу. И как ее помнили. Какая она у него была дешевая. И коптильная цеха. И морозильная. И еще только у него не было. Когда посадили, все пошло в упадок. Нина Ивановна, это его жена. Ее избрали как директор вместо него. Она с нами познакомилась еще там где-то до суда. Поехала в Москву. Наши люди ее приняли. Она так благодарна была. Мы к ней заехали. Я уж от рыбы-то на Нину перешел. И она говорит, я как? Лежала в реанимации. И вдруг, говорит, глаза открываю. Говорит, смотрю, что-то волосатое, заросшее передо мной на коленях стоит. Это на меня она. А я у нее лично еще не знал. Но пробрался к ней. За нее молился. Она была в тяжелом состоянии. И она пришла в себя в этот момент. И вот эта наша первая встреча состоялась. Я за него ходил в прокуратуру ходатайстал. Ему сбросили немножко. Потом больше. И он освободился. Вот что значит рыба. Рыбак. Потом подсадили преподавателя второй группы космонавтов. Лозина Анатолия Максимовича. Я узнал про всех космонавтов. Про Туполева. Их характер. Он преподаватель был. Физики, математики. Что ли там. Кандидат в наук. И вот. Каба не тюрьма. Я бы ничего этого не мог рассказать. Она мне многое дала. И, говорится, чистить научила. Мы не можем ничего изменить. Но само чтение. Это в нашей власти. Почитай, что ты, Игорь. Я об Арбаших говорю. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Это Виталий Устина так считает. Это в любом храме так считает. Но мы понимаем, что... Я не говорю. Вот я пришел к Игорю. И мне надо молоко. Игорь, дай молоко. Игорь, дай молоко. Игорь, дай. Уже на третью. Он просто еще с ним. Потом мимо промазал дур дома. Ко мне зашел. Ну, три раза спрошу только. А это... Ну, у нас тут так называемое апостольское служение. Двенадцать раз. Ну, двенадцать куда торопишься. Вот как образец считает Дебунов Игорь. Тоже Игорь. И тоже Владимирович. Господи помилуй. Господи помилуй. Хотя бы один грех вспомни. Ты к Богу говоришь. А можно разве говорить? В Библии написано дважды. Даже три же нету. Давид говорит. Господи мой, Господи. У меня есть такое стихотворение. Господи мой, Господи. Покрыт я весь скоростами. Ты скажи Богу. Чего ты хочешь? Господи. Я не могу никак рано вставать. Господи. А сам мысленно. Господи помилуй. Ты знаешь, что должна быть ночная молитва. А у меня нет ее. Златоуст говорит. Ночь же она не только для отдыха. И в первую очередь не для отдыха. А для того, чтобы обновить силы. Не телесные только, но духовные. И опять Господи помилуй. И в это время опять мысль. У меня никак не ладится наладить отношения с тещей. Я не знаю, почему так получается в семье у меня. Дети вырастают и не верующие, не нуждаются. Ты, Господи мой, помилуй, слезами зальешь. А это ты протарахтел, как сорока на колу. Тебя разницы никакой нет. Не надо считать, что Бог требует формальности. Вот нужно сорок раз. У армян сорок раз Господи не считается. Сто раз. Еще большая святость. А у армян я ни одного верующего не встретил. А крещение так. Чашка налита. Подходит. Руки в чашку опустил. А потом в конце он мокрой ладонью обтирает ему лицо. И больше ничего нет. Это крещение. Крещение имеет только один смысл. Погружение. В переводе со всех языков. Слово крещение, а смысл о кресте. Только на русском и на славянском языке. Во всех языках мира имеется погружение. Погружение Господне. Мы говорим крещение Господне. В английском языке баптизм. Во все. Греческое слово это баптизм. Баптизм это погружать. Почему купеля называется баптистерия. А у нас слово баптизм с ума сходит. Джон де Баптиз. Иоанн креститель. В английском языке. Баптист первый это Иоанн креститель. Это не учение баптистское, которое сегодня есть. Вам понятно, что говорю? Ну маленько тормозните. Куда торопитесь-то? Когда батюшка здесь, при батюшке у нас считает. Я знаю, батюшка переживает. Но у нас четко и ясно. Кто бы не считал. Ты не можешь изменить тембр голоса. А можешь. Ты не можешь его глухим или ясным. Вот у Игоря Глушкова он более ясный. Мне легко определять. Не все в порядке. С ушами. Его голос слышно намного дальше. Он более звонкий. Более чистый. У тебя более глухой. Значит, ножа поднапрячься. Я-то еще вот если вы откроете, мне даже шорох слышно все. Особый какой-то швейцарский тут. Виктор Андреевич истратился на меня. Второе. В армии кто не служил у нас? Поднимите руку. Нет, я говорю, а мужчина. Так. Вот смотрите. Я вам расскажу для тех, кто не знает. Там есть две команды. Смирно и вольно. Смирно? Значит, начальник вот голову повернуть должен как подбородок. Ну так, про Алексея говорить не надо. В президентском полку служил. А это комедийный такой полк. Шуточный. Но дисциплина на полном уровне. Простые солдаты даже не знали, что он знает. Ну нигде в войне они не участвуют. Еще они на конях встретить королеву какую-то. Отдать честь, а потом сидят пирожки жуют. И вот слово смирно. Оно очень близко по содержанию смиренно. Со смирением принял. И смирно перенес это. Смирно никаких нет. У нас восьмой пункт дисциплины. Во время богослужения, Никита, не отвлекайся. Тебе очень это потребуется. Если ты это не поймешь, тебя будут наказывать. На кухне гнить будешь. Вольно. Все. Сел на одну ногу. Святые отцы везде советуют. Не подгибай ногу на богослужении. И как журавль на болоте. Журавль. Это наша мама говорила, журавль. Исповедал батюшка Думнов. Она пришла и говорит, я причастница сегодня. Я говорю, ну и как он исповедал? А спрашивал, не ела журавля. А я говорю, ты поймай его сначала, журавля. Ты курицы ела или не ела? А то не ела ли журавля. И она правильно, конечно, раз не ела журавля. Она его не трогала. Я говорю, а ты спутники рукой не сбивала? Тебе не спросил еще, батюшка. Не грызла, не шпала. Второе. Это вот на богослужение не надо. Только заходит какая-то... Может быть все. Человек из тела и души. Выходит. А вот я не вижу или вижу плохо вижу. Во время богослужения может выйти. Там писать. Одно слово. Отпусти ее. Заблокировала там. Не подходи к ней во время, когда беседы. Зачем выходила? Ничего, плохо. А? Плохо было. Плохо никто не может тебе запретить выходить. Но и на этом все. Вот ты делаешь попытку зайти. Заходить уже не надо. У нас на богослужении дорога в один конец. Бывает плохо. Бывает надо там воздух свежий. Хотя у нас воздух свежее некуда. Мало народу. Сельская местность. Корточка открыта. Ну тут из-за муха еще дверь прикрывает. Вот я бы не стал их закрывать даже. Назад не делай попытки. А как? Когда батюшка, оглашенный изведите, тогда с ними вместе. Которые выходят. А ты в это время зайди, потому что ты верный. У нас это строго соблюдается. Поняла? Ну дай бог тебе здоровья, чтобы было это здоровое. Но старайтесь до службы приводить себя в порядок. Я был в Америке. Город Сакраменто. Это переводится священное. Интересное название такое. И батюшка говорит, ничего не могу сделать. Как начинается литургия в туалет. Прут волною. То один, то другой. Я говорю, что? Да ничего. Повесил замок, все прекратилось. Замок повесил. Вы понимаете, лукаво через что делает. Через мозги, до самого низа может. Через любое отверстие тебя загнать. В одном доме престарелых. Ну престарелые, это там в основном люди брошенные находятся. Человек повесился. А как он мог повеситься? Крючок у двери. Он встал на колени, сделал так вот. На коленках повесился. Проходит какое-то время, что удивительно, 13 человек повесилось. Даже с другого корпуса приходят, с других этажей, и все на одном крючке. Ничего не могли, психологи не могут. Один говорит, да вырвите крючок. Ну сколько можно? Вырвали, ничего больше нет. Сатана именно на крючке. На один крючок. С других палат, с другого этажа приходят, и на одном крючке все лешаются. Почему? Заказ дьявола. Вот сегодня об этом мы будем говорить. Я очень желаю, чтобы вы пришли. Кто-нибудь... А, ты... Саша, ты приехал вчера? Да. Его не было что-то. Устал? Я не скажу. А? Он с Москвы прилетел, Сергей. Ну понятно, поговори с ним, пусть придет на занятия. Пол одиннадцатого, в лагере. Во время богослужения, это самое напряженное состояние души. Мы говорим, я молился. А я спрошу. В холодное время ты когда потел на молитве? На молитве? Ну, не от того, что жарко было. А что такое? Как молиться? Это называется труд. Моя мама это понимала. Она говорит, самое трудное, это молиться и с детьми. Она говорит, не с детьми, а с детьми водиться. Водиться, это значит, ребенку дать правильный настрой в жизни. А сегодня портит детей, когда водится. А он сразу руки опускает. Вот у меня в лагере маленькая девочка. Я пришел с жалобой каждый день на нее. Я один раз ее провел, с ней побеседовал. У меня там есть на букву К, 7 букв. Называется лекарство. Чуть-чуть. Последний день ни одного замечания. Но где меня нет, она действует сразу. Приезжает отец, она сразу распрягается. Если бабка здесь, она распрягается. Но все время ест, если за столом на меня поглядывает. Умная вообще девочка. По сохранению своего... Вот водиться, это означает привезти к Богу и везти по этому пути. И довезти до желаемой креста. Вот у нас... Вот вы знаете, как было до Никона, вот так крестились. Боярни Морозовы, картина Сурикова показана. Никон взял так. Ну, мало кто даже знает. Я как-то со старообрядцами беседовал. Ну, не рядовыми-то. Я говорю, а вы знаете, что это было раньше? Как раньше? Ну, так раньше, а потом стало... Так нет, это было раньше так. Я говорю про Византию. Когда Арий воздвиг учения против Троицы, церковь сразу ответила внешним поклонением. Это в житии святого Милете. Переделывать не надо. Но когда стали во Христе одну волю признавать, церковь сразу ответила другим. То есть, это возникло примерно на 150 лет позже. И в Греции оба они в равной степени благочестиемы считают. Но когда принимали при епископе Михаиле князе Владимире, в это время они взяли господствующие из церкви Бизантии 2. Сегодня об этом я покажу один материал, как на этом сатана людей ловит. И признают не кто-то, а именно новообрядцы. Новообрядцы признают это уже. Хорошо об этом говорит, что старообрядцев был такой, Мельников, Федор Ефимович, историк. На истории старообрядцевской церкви. И он говорит, в времена Иоанна Златоуста молились одним перстом. Но не говорит каким, но я себе думал, что не мизинцем. У человека главенствующий перст указывает, берет где-то, видимо, все-таки указательный. Поэтому по мазане идет и молились одним перстом. Где написано? Я еще раз говорю, у Иоанна Златоуста, который берет себе Мельников. Пусть уже ни один старообрядец в родине не будет открывать. Так а почему ранее? В первое время вообще не было. Так что баптисты правы? Да, они правы. Но церковь приняла так, и мы принимаем. Поэтому у нас определенно говорим. Но поклоны везде одинаковые. Вот не знают, какой поклон делать. Внимательно смотрите. Пальцами за день. Я так двумя, потому что я с детства родился в старообрядческой семье, я могу и так, но я просто не хочу что-то переменять. Раз равно, мне зачем где-то что-то менять? Лоб за день. Ни сюда, ни здесь. Живот. Пуп где находится. Господи Иисусе Христе. Сыне Божий. Правое. И на левое пришли, не вот так переносить, а вот прямо сейчас-то, левое, вот где соединение. Кни так, чтобы тело чувствовать. Крестное знамение совершено. Не сюда, когда крест вот эта вот черточка до плеча получается меньше, чем так. Крест перевернутый. Так молятся только колдуны. А теперь, теперь сделать поклон. Поклон определяется земной. Есть метание. Ну, у нас это не знают даже люди, что такое метание. Это богослужебный клик, как все описано. И поясной. Поясной поклон делается так, чтобы не надо руку опускать. Не надо опускать, но себя проверить, чтобы рука могла пол достать. Вот это поклон. Вот вы проверьте сами себя, кто слышит это. Вот поклон какой делают. А это кулик на болоте делает. А земной? Земной тоже определенный. Две руки должны коснуться пол. Колени должны, обе колени должны коснуться пола. И голова должна коснуться пола. Ты можешь на руки, и лбом все-таки, чтобы задеть. Все. Так откуда это известно? Из жития святого Якова, апостола. У него, говорит, кожа, сегодня мы скажем, шкура на коленях и на лбу была, как у быка. От непрерывного. А метание? Метание вот так вот располовое. Человек падает на руки, вот не сгибает, просто спортивный уже должен быть какой-то. И лежа на полу, распростирается вот так вот. Это житие святых, говорят. Я так не могу, у меня операция на позвонке. А если бы мог был? Попробовал. Я знаю, когда тебя Бог повергает, у меня просто я спокойно свистану и распростираюсь. Вставать не хочется. Я просто делюсь опытом. Вставать не хочется. Бог дает сразу слезы. Сокрушение. Час, два, три. И слезы у меня даже доходило до того, что организм обезвоживался на молитве. А когда встал, встал, ничего нет. То есть, святые нам это показали. И когда они молились, написано, с таким напряжением пот был, что земля рядом делалась грязью. Да не может быть, чтобы... Я говорю, Антоний Великий, Макарий Великий, Паисий Великий. Ну, вам знакомы имена? Значит, мы не можем так, но воздохнуть-то мы можем к этим святым, которых мы признаем, что души их святые слышат. Помолитесь обо мне грешном. У меня молитва холодная. А молитва холодная, это не просто преступление. Это может быть кощунством. Для виду я молиться, на самом деле ничего нет. Время зря тратим. Поэтому поклон поклонами. Так у вас как молятся? Двумя или тремя пальцами? У нас не пальцами молятся. Сердцем молятся. А пальцы только выражает мое признание Троицы или Богочеловечества Иисуса Христа. Вот согнутые небеса, земля. Вот вы попробуйте, что сегодня услышали. Немножко. Я специально не говорю в храме, потому что я отошел сознательно. Проповеди говорю только в поездках. В Москве, Тбилиси, Лиссабоне. Где я бываю, там я везде, меня сразу выставляют. Меня никто от проповеди не отставлял. Ни епископ, никто. Я имею на это благословенные грамоты, митрополиты. Я просто отошел, умею вовремя отойти и дать место другим. Нужно было две проповеди сегодня прочитать. Я говорил, за богослужением не будет, я сразу выйду на проповедь. Мы приходим сюда и даже помню слова Златоуста. Если ты был в храме и ничему не научился, ты зря ходил. Напрасно дворы топчих. Есть такое выражение. Есть даже такое, кто бы взял в заперк храм и ключи забросил в океан. Мы должны из храма выйти совершенно другими. Другими для молитвы, другими к посту, взаимоотношениям друг к другу, к работе. Ино бытие называется. Паки бытие. Христос придет. Мы в это паки бытие входим сегодня. Сегодня. Вот сегодня большая тема, очень большая. Я уже приготовился. И утром сегодня еще и еще добавляет. И у меня очень богатый опыт, материалы. И сегодня будет. Придите обязательно на занятия. Приходите. Там тетрадку возьмите. Там чистые листы, карандаш или ручку. Дома вы это все проверите. Кое-что я даже не буду называть места писания. Просто выдержки, чтобы успеть вложиться. А дома вы тогда дальше продолжите. Я сегодня видел одного человека. Я гляжу, он встанет, что-то непонятно согнулся. Я заглянул. Перед ним Библия. Я говорю, что ты делаешь? Так тема-то какая. Большое объяснование. Я все проверяю, смотрю, сверяюсь, так ли это. И при том, не брата, а сестра. Вот ему незримая похвала этой сестре. Ну, кто сегодня этим занимался, готовился? Ну, другой какой-то темой набитый. А подумайте как. Завтра, сегодня будет сказано, что беснование, отвержение от Бога выражается не в том, что пену испускает. Пену испускает это единичные случаи. Беснуются толпы, беснуются государства, беснуются масонства. Комитет трехсот, который готовит всемирную катастрофу. И это все демонская сила. А мы что должны делать? В первую очередь, осознать это. И второе, молиться за всех и за них. дабы избавил Господь их. Апостол Павел говорит об этом. От этой страшной бесовской силы, которая на земле была уже в раю. Уже в раю. И закончится полным сокрушением бесовской силы в последний день, когда и Антихрист, и Претеща, и Дьявол будут брошены в озеро Огненное. Беснование закончится. И написано Небесный град, видел, врата которого не запирается. Почему опасности нету? А сегодня мы запираем все. Лишнее не слушать, куда попало не ходить. Вот маленькое по богослужению. Дома попробуйте кланяться. Отпускайте нас, а то не успеем до пола одиннадцатого. Все. День пятнадцать. День пятнадцатый. День пятнадцатый. День пятнадцатый.